Сура 9. Покаяние. Эта сура начинается без слов, с именем Аллаха Милостивого Милосердного. Отречение, отказ от прежде заключенных договоров, объявляется от Аллаха и его посланника, тем из многобожников, с кем вы, о верующие, заключили договоры, и они сами нарушили их. «Странствуйте, передвигайтесь же, о многобожники, по земле, где хотите, четыре месяца, будучи в безопасности от верующих, и знайте, что вы не ослабите Аллаха, не избежите его наказания. И также знайте, что Аллах опозорит неверных пленом и убиением в этом мире и в вечной жизни, сделав их обитателями ада. И возвещение возвещается от Аллаха и его посланника к людям в день Великого Паломничества о том, что Аллах отрекается от многобожников, и его посланник тоже отрекается от них. И если вы, о многобожники, обратитесь с покаянием к Аллаху, оставите свое многобожие и вернетесь к истине, то это будет лучше для вас. А если вы отвернетесь от принятия истины и полной покорности Аллаху, Ислама, то знайте, что вы не ослабите Аллаха, не избежите его наказания. И обрадуй же, о посланник, тех, которые стали неверующими, отвернувшихся от Ислама мучительным наказанием». День Великого Паломничества – это день, когда совершал паломничество посланник Аллаха. И с этим днем также совпали праздники иудеев, христиан и многобожников. «Такого не было до этого и не было после этого». Ибн Сирин Это положение не относится к тем многобожникам, с которыми вы, о верующие, заключили договор на определенный срок, а потом они ни в чем не нарушали его договор перед вами и никому из ваших врагов не помогали сражаться против вас. Исполняйте же договор с ними до их срока, до установленного по договору времени. Ведь поистине Аллах любит остерегающихся наказания Аллаха. Тех, которые исполняют его повеления и сторонятся того, что он запретил. А когда закончатся эти запретные месяцы, четыре месяца, в которых многобожники пребывают в безопасности, то убивайте этих многобожников, где вы их найдете, захватывайте их в плен, осаждайте их в их крепостях, не позволяйте им выходить, пока у них не останется выбора между погибелью и исламом. И устраивайте засаду против них во всяком месте. Если же они покаются, оставят неверие и станут покорными Аллаху, и будут совершать молитву и давать обязательную милостыню, закят, то освободите им их путь, оставьте их, так как они стали вашими братьями по вере. Ведь поистине Аллах прощающий тех, кто обращается к нему с покаянием, и милосердный к ним. А если кто-нибудь из многобожников, с которыми Аллах повелел сражаться после завершения запрещенных месяцев, попросит у тебя о пророк безопасности, чтобы услышать то, к чему ты призываешь, то предоставь ему безопасность, чтобы он мог услышать слово Аллаха и узнал об истинном пути. Потом, если он не уверует, доставь, сопроводи его в безопасное для него место, откуда он пришел, не совершая по отношению к нему предательства. Это потому, что они многобожники, люди, которые не знают истинной сути ислама и, может быть, уверуют, когда узнают. Как будет, не может быть, у многобожников договор с Аллахом и его посланником, кроме только тех многобожников, с которыми вы заключили договор у запретной для греха мечети Аль-Харам в Мекке. И пока они верны вам в исполнении договора, будьте и вы также верны им. Ведь поистине Аллах любит остерегающихся наказания Аллаха, исполняющих свои договора. Договор о перемирии сроком на 10 лет был заключен между мусульманами и курайшитами в 628 году в местности Аль-Худайбия, которая находится на западной границе священной территории Мекки. Как же будет у этих многобожников договор с Аллахом и его посланником, когда они, если одержат верх над вами, о верующие, не соблюдают для вас ни родственных обязательств, ни договорных условий. Поэтому не обольщайтесь их отношением к вам, когда они боятся вас. Они пытаются угодить вам своими устами, красивыми речами, а сердца их чувствуют отвращение к этому, и большая часть их непокорные, нарушают договора, выходя из повиновения Аллаху. Они купили за знамение Аллаха ничтожную цену, променяли его слово на приходящие мирские блага и отклоняли людей от его пути, от ислама. Как же скверно то, что они делали. Они, эти многобожники, не соблюдают в отношении ни одного верующего, ни родственных обязательств, ни договорных условий. И такие они являются преступающими границы дозволенного, нарушая свои договоры. А если они, многобожники, покаются в своем неверии и будут своевременно и надлежащим образом совершать молитву и давать обязательную милостыню, закят, то они ваши братья по вере, по исламу. И мы разъясняем знамения для людей, которые знают, какие в них содержатся положения, и получают от этого пользу. А если они, эти многобожники, нарушат свои клятвы, договоры, скрепленные клятвой, после договора, который вы заключили с ними, и станут наносить удары по вашей вере, ругать и порицать ислам, то сражайтесь с предводителями неверия, с такими многобожниками, ведь поистине нет клятв для них, в таком случае договор с ними уже не будет соблюдаться, чтобы они удержались от своих враждебных действий в отношении ислама. Неужели вы, о верующие, не станете сражаться с людьми, которые нарушили свои клятвы, договора, скрепленные клятвой, и когда-то пожелали, решили изгнать посланника, пророка Мухаммада, из Мекки? И ведь они, многобожники, сами начали сражаться против вас в первый раз. Неужели вы, о верующие, боитесь их многобожников? Ведь Аллаха, его наказание за неисполнение его повеления, вам следует больше бояться, если вы на самом деле являетесь верующими. На 14-м году пророчества в доме собраний в Мекке предводители курайшитов провели совет, на котором обсуждали вопрос о том, что делать с пророком Мухаммадом. На этом собрании присутствовал даже сам Иблис. Одни предлагали изгнать пророка из Мекки, а другие считали, что лучше будет убить его. Это когда многобожники начали сражаться против союзников мусульман, племени Хузаа. Сражайтесь, о верующие, с ними, с неверующими. Накажет их Аллах вашими руками и опозорит их, и поможет вам против них, и разгромом неверующих исцелит груди, души, верующих людей, которые уже давно страдают от козней этих многобожников, и удалит гнев из сердец их верующих. Это племя Хузаа и слабые верующие, которые были в Мекке, и не могли присоединиться к верующим братьям, которые жили в Медине. И если кто-то из неверующих обратится к Аллаху с покаянием, то Аллах принимает покаяние того, кого пожелает. Аллах, знающий о правдивости его покаяния, и мудрый во всех своих деяниях. Неужели вы, о верующие, посчитали, что будете оставлены без испытания, когда Аллах еще открыто не узнал, пока еще не увидел и не проявил своим творением тех из вас, которые усердствовали на его пути, и не брали себе приятелей, сторонников, помимо Аллаха, его посланника и верующих. Ведь Аллах сведущ в том, что вы делаете, и воздаст вам за это. Не годится многобожникам оживлять мечети Аллаха, пребывать в них и заботиться о них, свидетельствуя при этом против самих себя неверием. Такие, тщетны, пропадут их благие деяния в день суда, и в огне аду они будут вечно пребывать. Многобожники не называли себя неверующими, но на их неверие указывали их слова и деяния. Оживляет мечети Аллаха, пребывает в них и заботится о них только тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день совершал молитву, давал обязательную милостыню, закят, и не боялся никого, кроме Аллаха. И такие обязательно будут из числа идущих истинным путем. Неужели же вы, о многобожники, считаете, что паение водой паломника и забота о запретной мечети являются подобным, равным деянию того, кто уверовал в Аллаха и в последний день день суда и усердствовал на пути Аллаха? Не равны пред Аллахом верующие и многобожники, так как ни одно деяние не принимается без веры. И Аллах не ведет истинным путем людей, которые являются притеснителями тех, которые причинили себе зло своим неверием. Те, которые уверовали, переселились из страны неверия в страну ислама и усердствовали на пути Аллаха, чтобы слово Аллаха было высшим, своим имуществом и своими душами, они выше ступени у Аллаха. Такие они являются добившимися успеха. Обрадует их, этих переселившихся верующих, Господь их своим величайшим милосердием и благоволением, довольством, после которого уже не будет гнева на них, и райскими садами, где для них будет дана постоянная благодать, удовольствие и радость, вечная жизнь и счастье. И они вечно будут в них, в райских садах, пребывать. Поистине, Аллах таков, что у Него уготовлена награда великая тем, которые уверуют и будут исполнять Его повеление и оставлять то, что Он запретил. «О вы, которые уверовали! Не берите своих отцов и братьев, и других родственников, сторонниками, помощниками себе, которым вы доверяете тайны верующих и советуете с ними о ваших делах, если они полюбили неверие больше веры. А кто из вас берет их в сторонники, то такие являются притеснителями, которые причинили себе зло своим ослушанием. Скажи, о пророк верующим, если ваши отцы и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и ваши родственники, и имущество, которое вы приобрели, и торговля, застоя, в которой вы боитесь, и жилища, которыми вы довольны, любимее вам, чем Аллах и Его посланник, и усердие на его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим повелением, наказанием, которое пойдет на вас. Ведь Аллах не ведет прямым путем непокорных людей. Уже Аллах помог вам в сражениях во многих местах, когда вы делали все причины для этого, и затем уповали на Аллаха. И также Он помог вам в день Хунайна, когда вас сначала восхитила ваша многочисленность, и вы сказали, что вас поэтому не победят, но затем она, ваша многочисленность, ни от чего вас не избавила, не помогла вам, и стеснилась для вас земля там, где была широка. Вы не могли найти себе убежище, когда враги набросились на вас. Потом вы повернулись, обратив тыл, впали в бегство. Это сражение произошло в восьмом году Хиджры, в месяц Шаваль, после завоевания мусульманами Мекки. Воинов-мусульман было 12 тысяч, а воинов-многобожников было 4 тысячи. Победу дарует Аллах, и она не бывает из-за многочисленности одной из сторон. Потом низвел Аллах успокоение от себя на своего посланника и на верующих, что дало им стойкость, и низвел войско, воинов-ангелов, которых вы не видели, и Он наказал тех, которые стали неверными. И это такое наказание, воздаяние неверным. Затем, после этого, если кто-то из них уверует, то Аллах примет покаяние тех, кого пожелает, ведь Аллах прощающий и милосердный. О вы, которые уверовали! Ведь многобожники являются всего лишь скверные. Пусть же они, многобожники, больше никогда не приближаются. Не позволяйте им приблизиться к запретной мечети Аль-Харам в Мекке после этого года, после девятого года по Хиджри. Они подобны скверни из-за скверности своих убеждений, то есть неверия. А если вы, о верующие, боитесь недостатка, бедности, из-за того, что многобожники не будут доставлять продовольствие и другие товары, как они делали это прежде, в дни паломничества, то обогатит вас Аллах от своей щедрости, если пожелает. Поистине, Аллах, знающий о вашем положении и мудрый в решении ваших дел. Сражайтесь, о верующие, с теми, кто не верует в Аллаха и в последний день, не запрещает того, не отстраняется от того, что запретил Аллах и его посланник, и не придерживается веры, истины, законоположения Ислама из числа тех, которым даровано Писание, из числа иудеев и христиан. Пока они не дадут, будут платить вам откупную дань своей рукой, будучи униженными и покорными, побежденными. И когда-то сказали иудеи, «Узейр, сын Аллаха». И сказали христиане, «Мессия, пророк Иса, сын Аллаха». Однажды, после Бахтансара, не осталось среди иудеев кого-либо, кто бы помнил Тору. И когда Аллах воскресил Узейра, через сто лет он написал им Тору по памяти, и они, удивившись этому, сказали то, что они сказали. Христиане считают, что Иса является сыном Аллаха, так как он родился без отца. Они считают, что у любого человека должен быть отец, и поэтому приписывают отцовство Исы Аллаху. Это то, что они сказали, лишь слова, выходящие из их уст. Нет на этом никакого обоснования. И, похоже, они, эти слова, на слова тех, которые стали неверующими, и еще прежде, на слова многобожников, которые сказали, что ангелы являются дочерьми Аллаха. «Да погубит их, всех многобожников, Аллах! До чего они отвращены от истины? Они, иудеи и христиане, взяли своих книжников, ученых и монахов за Господь себе, которые устанавливают для них положение, их вероучение и закона, помимо Аллаха, и Мессию, пророка Ису, сына Марьям, они взяли себе за Бога и поклоняются Ему. И они усердствуют в изобретенных людьми положениях и оставляют то, что установил им Аллах. А ведь им было повелено Аллахом поклоняться и служить только единственному, истинному Богу, Аллаху, кроме которого нет другого Бога. Он, Аллах, преславен и превыше того, что они, многобожники и неверные, предаются товарищи Ему, причист, чтобы иметь равных себе. Они, многобожники, и люди Писания всячески хотят затушить свет Аллаха, опровергнуть истину, которую дает им Аллах, своими устами, но Аллах не допустит ничего иного, кроме завершения своего света. Он сделает так, что ислам будет совершенным, а его слово – высшим. Хотя бы и ненавидели, не желали, это неверующие. Только он, Аллах, тот, который послал своего посланника Мухаммада с руководством, с Кораном и верой истины, исламом, чтобы явить ее превыше всякой веры, хотя бы и ненавистно было это многобожникам. О вы, которые уверовали, поистине, многие из книжников, ученых людей Писания и монахов однозначно пожирают имущество людей не по праву, путем ростовщичества, и отклоняют людей от пути Аллаха, полной покорности ему. А те, которые накапливают золото и серебро и не расходуют его на пути Аллаха, не выплачивают с него закят, обрадуй же их мучительным наказанием. В тот день, в день суда, когда в огне гиены ада, будут они золото и серебро раскалены, и будут клеймиться этим их лбы и бока и спины. И будет им сказано, это то, что вы скопили для самих себя в земной жизни, вкушайте же мучения за то, что вы копили. Поистине, число месяцев у Аллаха, который используется для исчисления в его законе и его установлениях, 12 лунных месяцев, и это было записано в Писании Аллаха в хранимой скрижале в тот день, когда он сотворил небеса и землю. Из них 4 запретных месяца, в которые Аллах запретил воевать. Это таков, прямой, правильный закон. Не причиняйте же в них, в эти запретные месяцы, зла самим себе, посягая на их запретность и совершая грехи, так как это еще более греховнее, чем в другие месяцы, и сражайтесь все вместе с многобожниками, как они все вместе сражаются с вами. И знайте, что Аллах, состерегающимися наказания Аллаха, помогает им и оказывает поддержку. 4 запретных месяца Зулькада, Зульхиджа, Мухарам и Раджаб. Откладывание на поздний срок запретного месяца является ничем иным, как только увеличением неверия. Дозволение того, что запретил Аллах, или же запрещение того, что Он дозволил, является неверием. Самовольное перемещение запретности месяцев, которые делали многобожники, чтобы этим позволить себе сражаться, когда удобно, является еще одним проявлением неверия, которое прибавляется к их неверию. Например, в один год они объявляли дозволенным месяц Мухарам, а с тем, чтобы число запретных месяцев в году все же сравнялось с четырем, они объявляли запретным месяц Сафар. Сатана вводит этим в заблуждение тех, которые стали неверующими. Они дозволяют, объявляют дозволенным его запретный месяц в один год и запрещают его, почитают как запретный в другой год, чтобы согласовать, привести к соответствию со счетом месяцев, которые запретил Аллах. Итак, они разрешают то, что запретил Аллах. Разукрашено перед ними, Сатана предоставил им красивым зло их деяний, а Аллах не ведет истинным путем неверующих людей, тех, которые упорствуют в неверии. О вы, которые уверовали! Почему, когда говорится вам «выступайте, выходите на пути Аллаха, чтобы сражаться с вашими врагами», вы припадаете к земле, ленитесь и привязываетесь к своим жилищам? Неужели вы стали довольным земной жизнью больше, чем вечной? Ведь удел жизни ближней, приходящий благо этого мира в сравнении с вечной жизнью, с благами рая, ничтожен. Если вы, о верующие, не выступите, не выйдете сражаться против врагов Аллаха, то Он накажет вас мучительным наказанием и в этом мире, и в вечной жизни, и заменит вас другими людьми, погубит вас и приведет других, которые будут более покорными Ему и Его посланнику. И вы своим отказом от усердия на пути Аллаха нисколько не навредите Ему, ведь Аллах мощен над всякой вещью, всемогущ, и поэтому все, что Он желает, непременно произойдет. Если вы, о сподвижники, не поможете Ему пророку Мухаммаду, то ведь уже помог Ему Аллах, когда изгнали Его те, которые стали неверными, многобожники, из Мекки, и когда Он был вторым из двоих, одним из двоих. Когда оба они были, укрылись в пещере, вот говорит Он, пророк Мухаммад, своему спутнику Абу Бакру, «Не печалься, ведь Аллах с нами, своей помощью и поддержкой». И низвел Аллах от Себя успокоения на Него, на пророка, и поддержал Его такими войсками, ангелами, которых вы не видели, и которые охраняли Его в пещере. И Он, Аллах, сделал Слово тех, которые стали неверными, слова многобожие. Низшим, и этим Он унизил неверующих, в то время, как Слово Аллаха, слова единобожие, высшее, и этим Аллах возвысил верующих. И ведь Аллах величественный в Своем владычестве и мудрый в Своих решениях и повелениях. Пророк Мухаммад переселялся в Медину вместе с Абубакром Ассидыком. Они укрылись от преследования многобожников в пещере с маленьким входом на горе Саур рядом с Меккой и пробыли там три дня. «Выступайте, о верующие, будучи легкими, молодыми, бедными, и будучи тяжелыми, пожилыми, богатыми, и усердствуйте своими имуществами и душами на пути Аллаха. Это, такой выход и расходование, лучшее для вас, если бы вы только знали». «Если поход, на который ты зовешь, был бы близким по добыче трофеев и умеренным, легким путем, то они, лицемеры, непременно последовали бы за тобой, о пророк. Их выход был бы не ради довольства Аллаха, а лишь для получения добычи. Поход на табук для сражения с римлянами». «Но далеко для них это путешествие, и когда вы будете возвращаться с этого похода, они будут, оправдываясь, клясться Аллахом. «Если бы мы могли, были в силах, то непременно вышли бы вместе с вами. Они губят самих себя, своей ложью и лицемерием, а Аллах знает, что они однозначно лжецы в своей вере и в своих клятвах». «Да простит тебя Аллах! Почему ты, о пророк, разрешил им, лицемерам, остаться дома, прежде, чем выяснятся тебе те, которые говорили правду, в своих оправданиях, и пока ты не узнал лжецов, тех, которые лгут в этом?» «Не спрашивают позволения у тебя, о пророк, те, которые веруют в Аллаха и в последний день, чтобы усердствовать своим имуществом и своими душами». «И Аллах знает остерегающихся наказания Аллаха, тех, которые исполняют его повеление и сторонятся того, что он запретил». «Просят у тебя, пророк, позволения, чтобы не выходить в военный поход, лишь те, которые не веруют в Аллаха и в последний день, и сердца которых усомнились в истинности ислама, с которым ты пришел к ним, и они в своем сомнении колеблются, пребывают в замешательстве». «А если бы они, лицемеры, желали бы вместе с тобой выйти в поход, то приготовили бы для этого оружие, но не пожелал Аллах их оправдания и удержал их, лишил их решительности и поселил в их души лень». «И было сказано «Сидите, оставайтесь сидящими, с женщинами, детьми и больными». «Если бы они, лицемеры, вышли с вами, о верующие, в поход, то не увеличили бы среди вас ничего, кроме беспорядка и поспешили бы среди вас, стремясь посеять смуту между вами. И среди вас, о верующие, есть прислушивающиеся для них разведчики». Ведь Аллах знает этих притеснителей, лицемеров и воздаст им за все их деяния. «Уже прежде, до похода на Табук, они, лицемеры, стремились к смуте, отклоняли от веры и удерживали от пути Аллаха и тщательно обдумывали по отношению к тебе дела, замышляя козни и ухищрения, чтобы представить то, с чем ты к ним явился, в ложном свете, пока не пришла истина, помощь Аллаха и пока не победила дело Аллаха, ислам, хотя они и ненавидели это, не желали этого. И среди них, этих лицемеров, есть такой, который говорит, «Дозволь мне остаться дома и не искушай меня». Аят неспослан по поводу лицемера по имени Джад Бин Каис, который сказал, «О, посланник Аллаха, ведь ты знаешь, что я очень влюбчив в женщин, и я боюсь, что когда увижу женщин-римлян, не смогу удержаться от них, поэтому позволь мне остаться дома и не подвергай меня искушению теми женщинами, и я тебе помогу тем, что у меня есть». О, да, ведь они, лицемеры, уже впали в искушение, в большое лицемерие. И ведь поистине гиена-ад однозначно будет окружать неверных, и ни один из них не выйдет из нее. Если тебя, о, пророк, в некоторых походах постигают что-либо хорошее, победа и трофеи, это печалит их лицемеров. А если тебя постигают несчастье, поражение и потери, они, лицемеры, говорят, «Мы позаботились о нашем деле, о самих себе, раньше, чтобы нас не постигла беда». И уходят, радуясь тому, что совершили и что постигло тебя. Скажи, о, пророк, не постигнет нас ничто, кроме того, что начертал нам Аллах в хранимой скрижале, кроме предопределенного нам. Он наш покровитель, помощник и хранитель, и пусть только на Аллаха полагаются верующие во всех своих делах, твердо надеются на его помощь и поддержку. Скажи, о, пророк, этим лицемерам, неужели вы выжидаете, что с нами будет только одно из двух благ, либо придет помощь от Аллаха, либо человек примет смерть ради Аллаха, в то время, как мы, верующие, выжидаем, что вас, лицемеров, постигнет Аллах наказанием от себя или накажет вас нашими руками. Ждите же, поистине, мы тоже вместе с вами будем ждать. Скажи, о, пророк, этим лицемерам. Расходуйте свои имущества добровольно или по принуждению. Не будет принято, Аллах не примет от вас, так как вы являетесь непокорными людьми, вышедшими из веры и повиновения Аллаху. И препятствует принятию от них их расходов, пожертвований только то, что они стали неверующими в Аллаха и его посланника, и что они приходят на молитву только ленивыми, и то, что расходуют они только по принуждению, не надеясь на награду за обязательное расходование, и не боясь наказания Аллаха за оставление их. Пусть не восхищают тебя, о, пророк, их достояние, имущество лицемеров и их дети. Аллах желает лишь наказать их этим в этой жизни. Они устают собирать это, и затем у них возникают трудности из-за них, и чтобы души их изошли, чтобы они умерли, будучи неверными. И клянутся они, эти лицемеры, Аллахом, что они из вас, о, верующие, хотя они не из вас, но они люди, которые боятся, что вы их убьете, как вы убиваете многобожников, и поэтому внешне показывают себя верующими. Если бы они, эти лицемеры, нашли убежище, крепость, или пещеры в горах, или укрытие в земле, то они повернулись, направились бы к нему, устремляясь стремительно. И среди них, этих лицемеров, есть такие, что злословят на тебя из-за милостыни, из-за того, как ты ее делишь. Если им дается что-нибудь из нее, из милостыни, то они довольны, а если им не дается из нее, из милостыни, то вот они сердятся и винят тебя. А если они, ругающие пророка из-за милостыни, были бы довольны тем, что дал им Аллах и его посланник, и сказали бы, достаточно нам Аллаха, даст нам Аллах от своей щедрости и даст нам его посланник из того, что даровал Аллах. Поистине, мы к Аллаху обращаемся, чтобы он обогатил нас и избавил от нужды в милостыне, то это было бы лучше для них. Обязательные милостыни предназначены только для неимущих, у которых ничего нет, бедных, которые живут в недостатке, работающих над этим сборщиком закята, а также тем, сердца которых привлекаемы к исламу с надеждой, что они примут ислам или принесут пользу верующим, или же будет этим отклонено зло от верующих, а также для выкупа рабов и для должников, которые обременены долгом и на пути Аллаха, и для путника, который остался без средств продолжать путь, как обязательное предписание от Аллаха. Ведь Аллах знающий, в чём польза его рабам, и мудрый в своих решениях и установлениях. И среди них, лицемеров, есть и такие, которые своими словами причиняют обиду пророку и говорят «Он ухо, тот, кто верит всему, что ему говорят». Скажи им, о пророк, «Он ухо благого, он слушает только то, в чём благо для вас. Он верует в Аллаха и верит верующим, так как знает об их правдивости и искренности. И он является милостью тем, которые уверовали из числа вас, так как явился причиной того, что вы уверовали. А тем, которые причиняют обиду посланнику Аллаха, им уготовано мучительное наказание. Они, лицемеры, клянутся Аллахом перед вами, о верующие, чтобы угодить вам, чтобы вы были довольны ими, а Аллах и его посланник имеют больше прав на то, чтобы они стремились к его и его довольству, если они являются верующими. Разве они, эти лицемеры, не знали, что кто противится Аллаху и его посланнику, для того уготован огонь гиены, ада, на вечное пребывание в ней? Это, такой возврат, великий позор. Опасаются лицемеры, что будет неспослана о них сура, которая сообщит им про то, что в их сердцах, про неверие. Скажи, насмехайтесь, поистине, Аллах выведет наружу то, чего вы опасаетесь. А если ты, о пророк, спросишь их, лицемеров, они, конечно же, скажут, мы только погружались в беседы и забавлялись, это были лишь слова, и мы ничего плохого не подразумевали. Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, его знамениями и его посланникам? Не оправдывайтесь, о лицемеры, так как ваши оправдания бесполезны. Вот уже вы стали неверными, произнеся эту насмешку после вашей веры. Если мы простим одной партии из вас, которая попросит прощения и обратиться к Аллаху с покаянием, то накажем другую партию за то, что они были бунтарями, упорствуя в своих греховных словах и насмешках. Лицемеры и лицемерки, одни из них из числа других. Они не из числа верующих. Они повелевают людям совершать неодобряемое, неверие и грехи и удерживают их от совершения одобряемого, от веры и праведных деяний. И зажимают свои руки, скупятся расходовать на пути Аллаха. Забыли они Аллаха, не вспоминают Его, и Он забыл про них. Он не содействует им в обретении благого и не помилует их. Поистине, лицемеры, они непокорные. Обещал Аллах лицемерам и лицемеркам и неверующим огонь гиены ада, в котором они будут пребывать вечно, достаточно для них ее гиены, как наказание за неверие. И проклял их Аллах, Он лишил их своего милосердия и им постоянное наказание. И вы, о лицемеры, по своим деяниям и по положению подобны тем неверующим, которые были до вас. Они были мощнее вас телесной силой и богаче вас имуществом и детьми и насладились своей долей земных удовольствий. И вы тоже насладились своей долей, как насладились те, которые были до вас своей долей. И вы погрузились в ложь и заблуждение, так же, как погружались они. У таких оказались тщетными, пропали их деяния в этом мире и вечной жизни. И такие они являются понесшими убыток. Разве не дошли до них, до лицемеров, вести, истории о тех, которые были до них, о народе пророка Нуха, о бадитах, которым был послан пророк Худ, и о самудянах, которым был послан пророк Салих, и о народе пророка Ибрахима и жителях Мадьяна, которым был послан пророк Шуайб, и о перевернутых селениях, которым был послан пророк Луд. Приходили к ним, к тем народам, их посланники с ясными знамениями, с откровением и доказательствами от Аллаха, но они не уверовали в них. И Аллах наказал их всех за то, что они отвергли посланных Аллахом и продолжали упорствовать в своих грехах. И не таков Аллах, чтобы поступить с ними несправедливо, но они сами поступили по отношению к самим себе несправедливо, проявляя неверие и совершая злодеяния. А верующие мужчины и верующие женщины такие, что одни из них являются покровителями, сторонниками и помощниками других. Они повелевают людям совершать одобряемое, призывают их к вере и совершению праведных деяний и удерживают от совершения неодобряемого неверия и грехов, которые совершают обязательную молитву надлежащим образом, своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь молитве душой, и по своей воле дают обязательную молитву закят. Повинуются Аллаху в том, что Он повелел и запретил, и затем Его посланнику. Тех, таких, вскоре помилует Аллах. Поистине, Аллах велик в Своем могуществе и мудр в Своих решениях и повелениях. Обещал Аллах верующим мужчинам и верующим женщинам сады рая, где текут под ними под дворцами и деревьями реки, в которых они будут пребывать вечно, и введет Он вас в жилища благие, которые находятся в садах вечности. А благоволение, довольство Аллаха, еще больше, чем даже райские блага. Это великий успех. О, Пророк! Борись с неверными мечом и лицемерами, приводя им доводы, и будь суров к ним, и к неверующим, и к лицемерам, и их вечным прибежищем станет гиена, ад, и как ужасно это возвращение. Они, лицемеры, клянутся Аллахом, что не сказали ничего плохого о посланнике и о верующих, а ведь они уже сказали слово «неверие», и этим стали неверующими после своего ислама, после того, как были в исламе. И задумали они, лицемеры, совершить то, чего не достигли. Они хотели убить посланника Аллаха или причинить ему вред. И мстят они, лицемеры, только за то, что обогатил их Аллах и его посланник от своей щедрости. Нет ничего, за что можно было бы мстить посланнику Аллаха. Наоборот, до того, как в Медину переселился посланник Аллаха, эти люди пребывали в бедноте. И если они, эти лицемеры, покаются в своем лицемерии, то будет лучше для них. А если отвернутся и продолжат быть на неверии, накажет их Аллах мучительным наказанием в этом мире и в вечной жизни. И нет у них на земле ни покровителя, который заступился бы за них, ни помощника, который защитил бы их от наказания Аллаха. И среди них, лицемеров, есть такие бедные, что заключили договор с Аллахом, обещали в своей душе, если он дарует нам богатство от своей щедрости, то мы, конечно же, будем давать милостыню, и мы непременно станем из числа праведных. Когда же он даровал им от своей щедрости, они стали скупиться на это, на то, чтобы давать милостыню и расходовать в благих целях, и отвернулись, уклоняясь от покорности Аллаху. И он упрочил им лицемерие в их сердцах до дня, когда они встретят его, до дня суда, за то, что они нарушили перед Аллахом то, что обещали в своей душе, и за то, что они лгали, что являются верующими. Разве они, лицемеры, не знали, что Аллах знает их тайное, то, что они таят в своих душах, и их скрытые разговоры, и что Аллах, знающий все, сокровенное? «Те лицемеры, которые порицают делающих добровольные пожертвования, из числа верующих за милостыни, говоря, что они дают много ради показухи, и порицают тех, которые находят, что дать, только по своему усердию, с трудом находят, что дать, и смеются над ними, над бедными верующими, говоря, что они хотят лишь, чтобы о них говорили, будет насмехаться над ними, над лицемерами Аллах. И ему готовано болезненное наказание. Проси ты, о посланник для них, для лицемеров, у Аллаха прощения, или не проси для них. Если ты будешь просить для них даже 70 раз, сколько угодно, и то никогда не простит им Аллах. Это за то, что они стали неверующими в Аллаха и его посланника, и поистине Аллах не ведет прямым путем непокорных людей. Радовались оставленные позади лицемеры, которые не вышли на поход в Табук, тому, что они остались отсиживаться в Медине, поступая вопреки посланнику Аллаха. И им было ненавистно усердствовать своим имуществом и своими душами вместе с пророком на пути Аллаха. И сказали они одни другим, «Не выступайте в зной». Во время выхода посланника Аллаха в поход на Табук стояла сильная жара. Скажи им, о посланник, огонь гиены ада более зноен, если бы они только понимали это. Пусть же они, оставленные позади лицемеры, посмеются немного в этой жизни, и пусть они плачут много в огне ада, в воздаянии за то, что приобретали, за неверие и лицемерие. А если Аллах возвратит тебя, о посланник, из похода на Табук, к некоторым из них, из лицемеров, и они будут просить у тебя позволения выйти на другой поход, то скажи, «Никогда вы не выйдете со мною в поход, и никогда вы не будете со мной сражаться против врага, ведь вы были довольны тем, что отсиделись в первый раз. Так отсиживайтесь же вместе с остающимися. И никогда, о посланник, не совершай молитву ни по одному из них, когда он умрет, и не стой над его могилой, чтобы хоронить его и обратиться к Аллаху с мольбой за него. Ведь они стали неверующими в Аллаха и его посланника, и умерли, будучи непокорными вне ислама. И пусть не восхищают тебя, о пророк, их достояния, имущество лицемеров и их дети. Аллах желает лишь наказать их этим в земной жизни. Они устают собирать это, и затем у них возникают трудности из-за них, и чтобы души их изошли, чтобы они умерли, будучи неверными». И когда не спосылается сура, в которой однозначно говорится, «Веруйте в Аллаха и усердствуйте на его пути вместе с его посланником, обладающие достатком, богатые из них, из лицемеров, попросили у тебя, о посланник, дозволение, чтобы остаться, и сказали, «Оставь нас, мы будем из числа сидящих». Они, эти лицемеры, были довольны оказаться вместе с остающимися, с женщинами, детьми и теми, для кого есть оправдание. И наложена печать лицемерия на их сердца, и они не понимают, каким счастьем является подчинение посланнику и усердие на пути Аллаха». Но несмотря на то, что лицемеры остались, посланник и те, которые уверовали вместе с ним, усердствовали своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. «И таким уготованы благо в этом мире, помощь от Аллаха и обильные трофеи, и такие они обретшие успех в вечной жизни». Уготовал Аллах им сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, и в которых они будут пребывать вечно. Это великий успех. «И пришли к посланнику Аллаха, оправдывающиеся из числа бедуинов, которые жили рядом с Мединой, чтобы им было позволено остаться. И остались сидеть, не пришли объяснять свои причины, те, которые солгали Аллаху и его посланнику, те, у которых не было причин, показывая этим свою смелость перед посланником Аллаха. «Вскоре постигнет тех из них, которые стали неверными, болезненное наказание в этом мире и в вечной жизни». Нет греха за то, что не вышли в поход ни на слабых, на стариках, детях, женщинах, ни на больных, ни на тех бедных, которые не находят, что расходовать, не имеют средства для похода, если они искренни пред Аллахом и его посланником. Ведь нет пути наказания или порицания к искренне добродеющим, и поистине Аллах прощающий искренних и милосердный к ним. «И также нет греха ни на тех, которые, когда они пришли к тебе, о посланник, чтобы ты их отправил в поход, ты сказал, «Не нахожу я верхового животного, на чем вас отправить». Они отвернулись, и глаза их были полны слез от печали, что они не нашли, что расходовать, и что не смогли принять участие в достойном деле и обрести большую награду. Путь, грех и порицание лежит только на тех, которые просят у тебя разрешения остаться дома, а сами богаты. Они, эти богатые лицемеры, были довольны оказаться вместе с остающимися, с женщинами, детьми и теми, для кого есть оправдание. И Аллах наложил печать лицемерия на их сердца, и они не знают, какое страшное наказание ожидает их за оставление усердия на пути Аллаха. Они, оставшиеся отсиживаться, будут оправдываться перед вами, о верующие, когда вы вернетесь к ним с похода на табук. Скажи им, о посланник, не оправдывайтесь, никогда мы не поверим вам. Уже сообщил нам Аллах вести о вас. Покаетесь вы в лицемерии или продолжите быть на нем, увидит Аллах ваше дело и его посланник. И затем, в день суда, вы будете возвращены к знающему сокровенное и явное, к Аллаху. И он сообщит вам то, что вы делали, и вы получите воздаяние за все ваши деяния. Они, лицемеры, будут клясться Аллахом перед вами, когда вы вернетесь к ним с похода, чтобы вы отвернулись от них, не ругали и не порицали их. Отвернитесь же от них с презрением, ведь они мерзость, и вечным прибежищем их станет гиена, ад, воздаяние за то, что они приобретали, за неверие и лицемерие. Они, эти лицемеры, клянутся пред вами, о верующие, чтобы вы стали довольны ими. Но если вы верующие и будете довольны ими, так как вы не знаете об их лжи, то ведь Аллах не будет довольным непокорными людьми, теми, которые продолжают упорствовать в ослушании Аллаха. Бедуины, пустынные кочевники, ещё сильнее в неверии и лицемерии, чем оседлые люди, так как они более суровы и жестоки и живут в отдалении от знающих людей. И поэтому они больше других не знают границ того, что низвёл Аллах своему посланнику, законоположении и постановлении Аллаха. И ведь Аллах знающий обо всех и мудрый в своих деяниях. И среди бедуинов есть такие, которые принимают то, что они расходуют на пути Аллаха за потерю, не надеются на награду за свои пожертвования и выжидают поворотов беды для вас, когда постигнет вас беда и несчастье. Против них поворот зла, их самих постигнет беда. И ведь Аллах слышащий, что они говорят и знающий их намерения. И среди бедуинов есть и такие, что веруют в Аллаха и в последний день, день суда, и считают то, что они расходуют за приближение пред Аллахом, выполнением чего они надеются на довольство и любовь Аллаха. И этим надеются на мольбы посланника, чтобы посланник обратился к Аллаху с мольбой за них. О да, ведь это, эти дела являются приближением для них, тем, что приближает их к Аллаху. Ведет их Аллах в свою милость, в рай, ведь Аллах прощающий и милосердный. А опередившие других людей в вере и самые первые из числа мухаджиров, переселившихся в обитель Ислама и ансаров, жителей Медины, которые помогли посланнику Аллаха и те, которые последовали за ним с искренностью в убеждении словах и делах, доволен ими Аллах, и они довольны им Аллахом. И уготовал он им райские сады, где внизу под дворцами и деревьями текут реки для их вечного пребывания в них. Это великий успех. А среди тех, что живут вокруг вас из числа бедуинов, есть лицемеры. И среди жителей Медины тоже есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии. Ты, о пророк, знаешь их. Мы их знаем. Мы их накажем дважды в этом мире и в могиле. Потом в день суда они будут возвращены к великому наказанию в ад. Но есть и другие из числа жителей Медины и ее окрестностей, которые признали в своих грехах, сожалели о содеянном и обратились к Аллаху с покаянием. Они смешивали праведное дело и другое плохое обязательно. Аллах примет их покаяние. Ведь поистине Аллах прощающий и милосердный. Возьми, о пророк, с имуществ их, смешавших праведные и плохие деяния и обратившихся с покаянием к Аллаху, милостыню, которой ты очистишь их от скверны греха и исправишь их, поднимешь их от положения лицемеров до положения искренних вери. И помолись, обратись с мольбой за них, ведь твоя молитва, мольба, успокоение для них, а Аллах, слышащий каждую мольбу и речь и знающий положение и намерение своих рабов. Разве они, отсидевшие от похода и другие, не знали, что Аллах принимает покаяние от своих рабов и принимает милостыню и вознаграждает за нее, и что Аллах, принимающий покаяние своих рабов и милосердны к ним, когда они устремляются к его довольству. И скажи, о пророк, этим отсиживающимся от похода, совершайте деяния, которые ведут к довольству Аллаха и увидят ваше дело Аллах и посланник его и верующие. И вскоре в день суда вы будете возвращены к знающему сокровенное и явное к Аллаху, и он сообщит вам то, что вы делали, и вы получите воздаяние за все ваши деяния. И среди отсидевших от похода есть и другие, которым отсрочено до повеления Аллаха, до того, как Аллах примет относительно них решение. Либо он накажет их, либо примет их покаяние. Ведь Аллах знающий и мудрый. Это были Каб бин Малик, Марара бин Арраби и Хилляль бин Умайя. Они были участниками битвы при Бадре. А те лицемеры, которые устроили одну мечеть для нанесения вреда верующим, для поддержания неверия, для разделения, внесения раскола среди верующих и как место засады для того, кто раньше воевал с Аллахом и его посланником. Они будут, конечно, клясться. Мы желали только благого. И Аллах свидетельствует, что они однозначно лжецы. О пророк! Не стой, не молись в ней никогда. Однозначно, мечеть, основанная на остережении с первого дня, мечеть Кубаа, более заслуживает того, чтобы ты в ней стоял, молился. В ней, в мечети Кубаа, люди, которые любят очищаться от скверны и грехов, а ведь Аллах любит очищающихся. Тот ли лучше, кто основал свое строение на остережении, наказании Аллаха и его благоволении, или тот, кто основал свое строение на краю осыпающегося склона и сокрушился с ним в огонь гиены ада. И ведь Аллах не ведет истинным путем людей, которые являются притеснителями. не перестает продолжает их постройка, которую они лицемеры воздвигли, быть сомнением в их сердцах, пока не разорвутся их сердца, пока они не умрут или будут убиты. И ведь Аллах знающий и мудрый. Поистине, Аллах купил у верующих их души, жизни и их имущество в обмен на то, что им будет дарован рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая, согласно обещанию от Него истинному, данному в Торе, Евангелии и Коране. И кто же более верен в исполнении своего договора, нежели Аллах? Радуйтесь же, о верующие, своей сделке, которую вы заключили с ним. И это, такая сделка, ведь великий успех. Признаки верующих, которым обещан рай, кающиеся в своих грехах, поклоняющиеся только одному Аллаху, восхваляющие Его, странствующие, постящиеся, кланяющиеся в пояс, падающие ниц, повелевающие людям совершать одобряемое, призывающие к вере и совершению праведных деяний, и удерживающие от совершения неодобряемого, неверия и грехов, соблюдающие ограничения, которые установил Аллах. Относительно слова странствующие в этом аяте Ибн Масуд и Ибн Аббас сказали «Это постящиеся». Суфьян бин Уэйна сказал «Постящиеся называется странствующим, так как он оставляет такие удовольствия, как еда, питье и совершение близости. И обрадуй, о пророк, этих верующих, тех, которым присущи данные признаки, тем, что им уготован рай и довольство Аллаха. Не подобает пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников, даже если они были бы родственниками, после того, как стало ясно для них, что они обитатели огня, после того, как они умерли на неверии и многобожии. И мольба пророка Ибрахима о прощении его отцу была только согласна обещанию, которое он обещал ему, отцу. Когда же ему, пророку Ибрахиму, стало ясно, что он, его отец, враг Аллаха, которому не поможет ни увещание, ни напоминание и что он умрет, будучи неверующим, он отрекся от него, оставил его и прекратил обращаться к Аллаху с мольбой о его прощении. Поистине, Ибрахим, смиренный перед Аллахом и сдержанный, не торопит с наказанием. Сказал он, Ибрахим, мир тебе, я буду просить прощения для тебя у моего Господа, ведь поистине, он ко мне снисходителен. Сура Марьям, аят 47. И Аллах не таков, чтобы вводить какой-либо народ в заблуждение, после того, как он вел их прямо, пока он не разъяснит им, чего им следует остерегаться. Поистине, Аллах о всякой вещи обо всем знает. Аллах не сделал так, чтобы вы пребывали в заблуждении, обращаясь с мольбой за многобожников, и Он разъяснил вам это положение. И заслуживает заблуждение тот, кто после разъяснения продолжает делать то, что Аллах запретил. Поистине, только одному Аллаху принадлежит вся власть над небесами и землей, только Он владеет всем и полностью им управляет, и все происходит только по Его знанию и по Его воле. Он оживляет свои творения и умертвляет их. И нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, который заступился бы за вас, ни помощника, который защитил бы вас от наказания Аллаха. Уже Аллах принял покаяние пророка за то, что Он позволил лицемерам отсидеться от похода. Мухаджиров, верующих переселившихся в Медину, и ансаров, мединских мусульман, которые последовали за ним, за пророком, в поход на Табук, в час тягости, в жару, при недостатке еды и верховых животных, после того, как сердца некоторых из них чуть было не уклонились, чтобы не выйти в поход. Потом Он принял их покаяние. Поистине, Он к ним сострадателен и милосерден. И Аллах принял покаяние и даровал свое прощение тем троим, которые были оставлены. Решение Аллаха об их прощении было задержано. Это Кааб бин Малик, Марара бин Арраби и Хиляль бин Умайя. А когда от печали и сожаления стала тесная земля для них троих, несмотря на свою широту, и стали тесными для них их души, им стало не по себе, от заботы, которая постигала их. И думали они, что нет убежища от Аллаха, от Его наказания. Иначе, как только вернувшись к Нему с покаянием. Потом Он принял их покаяние, даровал им прощение, чтобы они могли раскаяться. Ведь поистине, Аллах, принимающий покаяние, и милосердный. О, те, которые уверовали, остерегайтесь наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил. И будьте справдивыми, с теми, которые правдивы во всех делах. Не следовало жителям Медины и тем, кто живет вокруг них из числа бедуинов, отставать от посланника Аллаха, отсидеться от похода и предпочесть самих себя перед ним, будучи сами в благополучии, а пророк в это время переносил тяготы. Это потому, что если постигает их жажда, усталость и голод на пути Аллаха, и они сделают шаг, который вызовет гнев неверующих и нанесут они врагу какое-либо поражение, то все это будет записано им как праведное дело. Поистине, Аллах не губит награды искренне добродеющих. И какое бы малое или большое пожертвование на пути Аллаха они не сделали, и какую бы долину они не перешли в военном походе, то будет это им записываться, чтобы воздал им Аллах лучшим, чем то, что они делали. И не следует верующим выступать всем вместе на сражении с врагами, так же, как и не следует им всем отсиживаться от усердия на пути Аллаха. Почему бы из каждой части их не выйти какой-либо общине, чтобы изучать веру и закон Аллаха, и чтобы увещать свой народ, когда вернутся к ним. И они будут увещать свой народ, чтобы они остерегались наказания Аллаха, исполняя его повеления и стороняясь того, что он запретил. О вы, которые уверовали, сражайтесь с теми из неверных, которые находятся вблизи вас. И пусть они неверующие найдут в вас суровость. И знайте, что Аллах состерегающимися наказания Аллаха, Он помогает им и оказывает поддержку. И когда не спосылается от Аллаха его посланнику какая-нибудь сура, то среди них, среди этих лицемеров находятся такие, которые говорят с неприятием и насмешкой. Кому из вас эта сура прибавила веры? Что же касается тех, которые уверовали, то она, эта ниспосланная сура, прибавила, увеличила веру, когда они узнали ее смысл, размышляли о ней и поступали в соответствии с ней. И они радуются той вере и убежденности, которую даровал им Аллах. А что касается тех, в чьих сердцах болезнь, сомнение и лицемерие, то она, ниспосланная сура, прибавила скверну сомнение и лицемерие к их скверне, к имевшемуся прежде сомнению и лицемерию, и они умерли, будучи неверными. Неужели они, эти лицемеры, не видят, что подвергаются испытанию, голоду, трудностям, раскрытию их лицемерия каждый год один или два раза? Потом, после этого, они не каются и не внимают увещанием, не получают пользу от тех знамений Аллаха, что увидели своими глазами. А когда бывает неспослана какая-нибудь сура, в которой раскрываются дела лицемеров, то одни из них, из лицемеров, сидящих в собрании у пророка, смотрят на других, видит ли вас кто-нибудь из верующих. Потом отворачиваются, встают и уходят. Да отвратит Аллах их сердца от веры и прямого пути за то, что они люди, которые не понимают истины и не размышляют о ней. Вот к вам, о верующие, пришел посланник, пророк Мухаммад, из вас самих же, из вашего народа. Тяжко для него, когда вы страдаете. Он старается для вас, для вашей веры и для вашего блага, и к верующим он сострадателен и милосерден. А если они, лицемеры и многобожники, отвернутся от признания тебя посланником Аллаха, то скажи, «Довольно мне Аллаха, нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. На Него я положился, верил себя и вручил все свои дела Ему. И ведь Он, Господь, великого трона, самого великого из творений».